Я так понимаю, что это рынок какой-то местный, на главной улице. Одна из достопримечательностей. Всякая мсяо продается, видите, красивая. Естественно, хамон. Не знаю, я вот такие рынки прямо в центре города не особо верю. Такое оно больше демонстрационное. Знаете, как Будапешт, это тоже красивый рынок. Но он крыт, он вообще неинтересный. А здесь это больше для туристов. Все-таки настоящие рынки, они такие. Там, где бабушки, дедушки местные продают. Они китайцы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Клубника, мороженое. Красиво. Что сказать, посмотрите. Фрукта, как некоторые называют в Одессе. Фрукты. Помните? Фазенда. Это тоже какие-то, я не знаю, тайцы продают. Давайте найдем одного хоть испанца здесь. Среди продавцов. Блин, сейчас наделаю фоток на заставку, однозначно. Классный свет. Не, у нас испанец есть вроде. А так? Так что-то как-то мало здесь продавцов. Испанцев, мне кажется. Как это можно не снять? Как. Такую красоту. Это тоже буду фотографировать. А вы помните, да, те, кто подписан на мой телеграм-канал, периодически я выставляю все свои красивые фотографии из разных мест. Заставки на телефон в хорошем качестве, в самом лучшем. Я думаю, это тоже пойдет на заставки. Олад. Олад прям видно, что он очень качественный и вкусный. Как во львовском шоколаде. Ну, по сути, он как бы бельгийский, но типа львовский. Народ сидит, харчуется, всякие мидии. Ну, да, как ярмарка больше. Не рынок, а ярмарка. Устрицы, пожалуйста, вам. Французские. У меня знакомые как раз из Франции в Испанию решили возить устрицы. Вроде уже перестали. Но рассказывали, что идея хорошая. Вот вам, пожалуйста, всякие осьминоги. 6 евро. Это что-то рачки какие-то с тюлечкой. Тоже по 6 евро набор. Комбонабор. Все, что хочешь. Ничего себе, такие ракушки громадные. Хуала. Но здесь серьезные испанки продают хамон. К хамону не подпускают азиатов. Видите? Такие букетики, видите? 5 евро стоят. С сыром, сяо, хлебчик. Не знаю. Что-то за 5 евро. Там ничего вообще нет. Это потроха. Вообще, какой-то ужас. Рачлененка. Он понятный. Ну да. То есть, вроде как ярмарка, а вроде все-таки как рынок. Сложно, сложно дать определение этому месту. Но прикольно. Скажем так, получше, чем наша ярмарка. Посмотрите. Вот точно такую же штуку я ел в Гималаях. В Дарамсале. Посмотрите, тоже интересный дом с зонтиками. Что-то это под японский стиль сделано. Тоже красиво с драконом. Что-то как-то театр неважный выглядит. Все-таки принципал, но что-то как-то он не принципал. Могли бы немножко его привести в чувства. Художники сидят, продают свои картины. Я все ближе и ближе подхожу к морю. Мне прям очень интересно, какие пляжи в Барселоне. То есть, первая ассоциация, которая идет с Барселоной, это вот эти вот дома. Это такие бульвары, улочки красивые. Там какая-то паэлья и прочее. А вот пляжи, про пляжи молчок. Какая-то как будто запретная тема. Вот мы сейчас с вами дойдем до моря, и я постараюсь показать, какие здесь пляжи. Мы все видели пляжи в Ницце с булыжниками. Водичка там красивая, в принципе. Потом видели в Каннах. Ну, пойдет, как в Одессе. Потом в Монтелье чисто как на Бугазе. Ничего особенного у нас в Затоке в Одессе. Ну, а сейчас посмотреть на море в Барселоне. Ну, как можно себе отказать в таком удовольствии. Не мог не остановиться, не показать вам абсолютно все мужики, которые зазывают, которые стоят вот возле этих кафе, абсолютно все индусы, пакистанцы, какие-то арабы. Ну, по-моему, индусы все-таки. И вот это мне интересно, паэлья, которую они готовят. Явно же повара тоже индусы. А как она вообще на вкус? С карри или без? Мне не интересно. Я такое не люблю. Я ел уже в Марбелле эту паэлью. Ничего особенного. Этот рис слившийся с какой-то херовиной. Ну, честно, то было самое, можно, одно из самых крутых кафе в Марбелле. Никакого кайфа я не испытал от этого. Может, потому что я особо рис не люблю. И не вижу ничего особенного в этих ракушках, которые там надо ковырять. Но я могу себе представить, что здесь происходит. Если индусы везде стоят и индусы готовят. Но то, о чем Ян говорил, я ничего плохого не вижу. А я ничего хорошего не вижу в том, что смешиваются культуры, специально смешиваются. Кто-то же этих беженцев специально принимает в Европе, правильно? И не только в Европе. Для чего-то. То есть, ну, да, было бы еще дороже, по идее, здесь, ну, ходить в кафешке. Но, по крайней мере, это было бы по-настоящему. Девчонки устали, бедолаги. Находились, наверное. Я тоже находился. Здесь хоть есть, здесь есть. И скамейки есть. Но здесь даже такие не скамейки, а стулья стоят. Можно отдохнуть. Ну что, вот это вот памятник Колумбу. Как я увидел в гугл-картах. Уже хоть он ко мне и спиной, я-то знаю, кто это. Вот так вот он стоит. Такая площадь здесь. Симпатичная. Сколько сегодня градусов? 29. 29 градусов сегодня выше нуля. Жарко, но прям не сильно. Жить можно. А говорят, что здесь и зимы-то нет в Барселоне. В Марбелле еще теплее. Мне пока из всех мест нравится Марбелле. Хотя она, конечно, не такая, как Барселона. Маленькая, простенькая, но не знаю. Может и здесь есть какой-то кайф. Опять же, нужно пожить не один, не два дня в месяц, чтобы сложилось более или менее какое-то настоящее, нормальное впечатление. Ну, не все сразу. Сначала тут Ягдхлуб, судя по всему. Набережная, а потом где-то там Барселонетта бич. Несколько раз я его видел на карте еще давным-давно, когда думал, надо приехать в Барселону. И мне так было прикольно, знаете. То есть, немного же таких мест, в которых есть и старый центр красивый, да. Какая-то архитектура, памятники классные. И тут же море. Это Одесса, моя любимая. И, по сути, вот Барселона, как вариант. И, опять же, видите, здесь местные жители, они кайфуют от архитектуры, я так понимаю. Так вот, порт Барселона красивый. И себе спокойно могут пробежечку утром устроить на пляж. Так же, как мы в Одессе. Позагорать, да, там поплавать. Потом пешком дойти до дому. Круто, конечно. Регата американская сейчас проходит здесь, как мне Ян сказал. Поэтому здесь американские флаги развешаны. И яхты ходят. И яхты ходят. Ну что ж, пойдемте дальше. Будем искать тот самый пляж Барселонета. Показывают пляж. И кто-то тут, кого-то быстрее. Хотел приколоться, что, типа, кто-то быстрее плывет в море с пляжа. Мужики соревнуются пьяные. Но нет, все-таки показывают яхты. Люди, видимо, какие-то ставки делают. Вот так это все работает. Луи Вютон, 37-й Американская Кап. Вот так вот. Наводят суету, видите, летают здесь вертолеты. Но так на уровне прям в кубах этот проходит. И вот, кстати, Купра. Тот самый бренд. Если помните, я в Иее показывал машинки электро. И спрашивал, что это за Купра? Типа, что китайский бренд, китайская машина? Нет, это испанская машина. По-моему, Сиат ее производит. И даже вот у них есть здесь шоу-рум свой. Видите, какая красотка, какие фары у нее. И видите, какая машина симпатичная. Правда, сиденье из полиэтилена. Но то такое уже. Это уже нормально. Сейчас залетает такое в наше время. У меня у BMW сиденье там прям реально из кожи. Но по остальному посмотрите, да, как оно выглядит симпатичненько. И развернута даже приборка, как в BMW, к водителю. Давайте сядем. Ох, посидим в Купре. Немного, я так уже устал. Опача, тут сиденье подвинулось. Все так модно, посмотрите. Такая мандула. Вот, между сиденьями. Здесь у нас почти звездное небо, как в Rolls-Royce. Но неба нету звездного. А вот сбоку почти. Думаю, на крыше тоже что-то вроде того есть. Так, старт-энжин. Почему-то кнопка сбоку. Видите? Такой экранчик маленький. И здесь вот тоже есть экран большой. Ну что сказать, эволюционируют машины в плане дизайна. Но сиденье, ну реально. Это кофе, что я сейчас пальцем его проткнул. Посмотрите. Ну это реально полиэтилен. Интересно, вот сколько они будут ходить из такого материала. Может, сразу ремкомплекты продаются уже в магазинах. А так, какая-то кнопка такая. Может быть, это какой-то буст. Нажал и улетел. Сзади места достаточно много. Вообще симпатично машина выглядит. И снаружи, и снутри. Внутри. Снутри. Почему? Мягкая панель приборная. Золотая окантовочка, как мне нравится, цыганская. Воздуховоды такие спрятанные. Подсветка, естественно, здесь есть. Ну вот, интересно так. Обычный пластик. Взяли, покрасили, сделали фактуру интересную, прикольную. Здесь тоже треугольнички вырезали, подсветку забабахали. Покрасили золотой краской пластиковые дешевые ручки. И все. Мягкая только здесь и здесь. В принципе, этого достаточно. Ну, вот это вот мягкая тоже история. Прикольно. Прикольно. Стали обыгрывать, конечно, они эту всю экономию. Вот здесь вот прям дуб дубом. У меня в BMW все отделано снаружи типа кожей. А внутри у меня бархат. У меня еще они так выдвигаются по-модному. Эти ящики. Очень круто сделано здесь. Здесь вот так вот. Сзади вообще по-царски, посмотрите. Какая монобровь еще с таким значком. Но дизайн красивый. Она еще и матовая тачка. И диски такие огроменные. Какие здесь они стоят. 21-я. Я думаю, что это не бюджетная машина. Далеко. Знаете, иду и думаю, улыбаюсь. Я вдруг представил. Вот представьте себе такую историю. Вы приезжаете в Грузию. И, естественно, хотите попробовать грузинского шашлыка. Грузинской кухни. Приходите в кафешку. А там вас индусы встречают. Индусы. И начинают вам шашлык делать в Грузии. Там где-то, я не знаю, Белисе пусть будет, Батуни, Кутаисе. Что там. И вы так, ну, как бы с семьей собирались. И говорили об этом. И мечтали. Типа, вот сейчас грузинской еды поедим наконец-то. Попробуем, как это. А вас, грузины, может быть, максимум встречают. В лучшем случае. А то и китайцы. Вот как здесь зазывают индусы. Вот. Ну, или индусы, да, вас встречают. И все. Или китайцы вам делают шашлык грузинский. Или индусы. Как это вот глобализация. Вам нравится такое или нет? Я думаю, что это что-то, мне кажется, туповато. Ну, это какой-то бред. Ну, я бы не хотел такой шашлык. Ну, то есть, это по приколам. Я бы посмеялся, конечно. Я думаю, что мы бы поржали с этого. Ну, попробовать можно раз в жизни. Но так, в качестве исключения. Что это будет такое? Но это ненормально. Это абсолютно ненормально. Люди приезжают в Грузию для того, чтобы попробовать баклажаны там с орехами, да. Грузинские. Действительно, шашлык там. Всякие эти... Их... Все равно забываю названия. Пельмени этих. Вот. То есть, я их знаю. Но почему-то, когда нужно вот так вот записывать видос, все они у меня влетают из головы. Поэтому я уверен, что вы напишите в комментариях. Вот элементарное название. Ну что ж, идем дальше. Идем дальше. Все ближе и ближе к пляжу. И сейчас будем узнавать с вами, возможно ли пляжная Барселона или нет. То есть... Или это больше прогулки по историческому центру. Кафешки какие-то. Или все-таки возможно совмещать. И кайфово приезжать сюда и селиться где-то. В какой-то квартире арендовать. Ну и выходить вот так вот себе. Пешком до пляжика идти. Загорать. Купаться. Ну и продолжать культурную программу. Как в Одессе. По сути, центр города. Променад. Море. И эта улица ведет вот на тот самый пляж. Представляете? То есть... Вот кайф здесь, наверное, в том, что сочетается и центр города, и пляж. У нас в Одессе центр города заканчивается. Потом надо пилить немножко. Тоже до двух шаров хотя бы, да? То есть нет такого, что прям центральная улица и море. А здесь, я так понимаю, что есть. И сочетание интересное. Я вам тоже говорил про Париж. Что мне нравится очень Париж. И есть в нем минус один. То, что моря там нет. А здесь, видите как? Где Пендер? Вот. С его командой. Эх, прокачу. На антилопе гнул. Я, кстати, так ни разу и не назвал свою машину антилопа гнул. Когда видосики снимал. Надо будет. Так вот о чем я. О том, что в Барселоне, видите, есть и старый город красивый. И море. Вот, видимо, поэтому Барселона многим и нравится. Ну, еще и из-за того, что глазами можно отдохнуть, когда смотришь на противоположный пол. Да и цены ниже, чем в Европе, да, в остальной. Чем вообще плохо? Конечно, ничем. Просто мне действительно интересно, да, разгадать этот феномен. Если можно так его назвать. Того, что ни один мой знакомый не сказал плохо про Барселону. Видите, какая бодрая женщина идет. Нормально, в нормальной форме. Вот, и здесь много таких занимаются собой люди. Еще не в повесточке. Ян рассказывает, что в Англии жесть, говорит. Все девушки жирные. Что уже противоположный пол потеряли. Есть у меня мысли, что он здесь именно по этому самому поводу решил пожить в Испании. Вот, жучара. Вот уже мужики пошли в плавках. И вон там пляж. И я вот вспомнил еще одно место, где мне было удивительно наблюдать за одной картиной. Это Биориц. Тоже старый город. Красивый. И, ну там здание еще времен Наполеона. И получается, что серферы приезжают там серфить, Биорица. И так прикольно это смотрится, когда ты едешь по городу, судя по всему, это был центр города. Едешь мимо парковки подземной, и оттуда босиком выходит мужик с доской под мышкой. И идет по центру города, вот так вот прямо на море серфить на доске. Ну вот. Парни, мужики на скейтах. Видите, как здесь это работает. Действительно пляж? Что сказать. Видите, какой прикол. Вот люди ходят. Вот город. По сути, я там переходил дорогу. Оп. И вот они сидят. На песочке. Загорают, людишки. Здесь в одежде, а здесь уже без. Давайте к морю пройдемся, посмотрим. Тут топлис есть тоже. Варики, серьезные ребята с татухами. Да, можно, видите, пробежаться и искупаться. И позагорать. Но, правда, как в Одессе пляж. Количество людей, обратите внимание. Колоссальное. Ну, пляжная Барселона, возможно, как вы видите. Хорошего ли она качества? Ну, пишите в комментариях. Пляжная Барселона. Снова вода, как в Одессе. Ничего особенного. Но и полоса. Видите, какая узкая пляжная. То есть, вот так вот живешь в Одессе и думаешь, блин, вот у нас, конечно, болотца, а не море. А там где-то за Граманицей. Вот там, да, 100% круто. Хрен вам. Хрен нас два. Вот прям интересно, да, по Европе проехаться и посмотреть, как это вот у европейцев работает. Ребята, похуже, чем у нас. Вот у нас фонтан и кораблик. Да, ресторан. Прямо на фонтане, на пляже. Красивый. Сидушки красивые. Все четко, классно. И море даже иногда почище. Ну, может, здесь тоже оно иногда почище, когда не сильные волны. Но так сказать, что здесь гораздо лучше, чем у нас, ну, абсолютно нет. Я бы даже сказал, что у нас поинтереснее. У нас кукурузу продают. А здесь где кукуруза? Нету. Кто-то тяжеленький, видимо, сел на унитаз. Да, кстати, вот я думаю, может быть, обратиться. WhatsApp Sex. Как вам такой вариант? Номер, если кому-то нужен, вот, запишите. Будьте в Барселоне. Я, может быть, обращусь, почему бы нет? Как сказать, сбить оскомину. А вот тоже им надо писать. Вот кто там будет, интересно, да? Я писать не буду. Уже, видите, контент один мимо с этим геем. Он, кстати, здесь. Он транслирует свою геопозицию. Они где-то там шарики какие-то надувают. У них будут водные бои. Вот. Я даже не знаю, стоит туда идти, не стоит. Показать вам этого типа. Он по WhatsApp мне, получается. Ну, я в группе, он принял меня в группу. И он транслирует мне. Все. То есть, пожалуйста, девочка идет такая себе на пляж. Симпатичная. Так, идти к гею. Написать на WhatsApp. Что делать теперь? Все. Я прошелся от начала до конца. По главной улице. Дошел до пляжа. Вот. Показал вам пляж. Сам посмотрел на пляж. Что делать дальше? У меня стрим. Скоро. Сейчас через полчаса премьера видео. И потом еще через полчаса. Короче, через час. Через час пятнадцать буду стримить. И буду показывать, наверное, своим подписчикам. Будем гулять с ними, короче, по рамбла и так далее. Подписывайтесь, поэтому не забывайте подписаться. И выходите тоже со мной в стрим. Пишите комментарии. Задавайте вопросы, если вам интересно. Я обязательно отвечу. На самые адекватные. Какой-то движ пошел, видите. Один негр бежит за другим негром. Мамочки гоняют на роликах. Так они развлекаются, наверное, эти негр. Негры бегают друг за другом. Пока еще не ел, чтобы кто-то у кого-то что-то украл. У меня еще даже телефон не вырвали из рук. Хотя я все время снимаю. Может быть, это когда ночь опускается на Барселону. И начинается весь движ. Как так жить? Я не знаю. Вообще. Как это вообще? Как можно? Человек, измученный Нарзаном, понимаете? Приехал в Барселону. Пытается нормально вообще, ну, как бы спокойно погулять по этому городу. И не дают, понимаете? Не дают эти местные девушки погулять. Это, в принципе, и так, и так можно интерпретировать. То самое они дают. Я даже как-то не пытался знакомиться. Они все по-испански в основном говорят. От Марбелли я ознакомился. Так вот тоже возможно. Почему бы и нет? Провел стрим. Иду домой. Устал, конечно, за сегодня. Прям очень сильно. Но Приятная усталость, можно сказать, в какой-то степени. Потому что посмотрел Барселону. Постримил. Позаписывал видео. Ну, сколько я вышел? Часов в 10. Ну, по сути, можно сказать, что в 10 я вернулась. 12 часов. 11-12 часов. А так вот на улице немало. Хочется просто прийти сейчас домой. Но это не к себе домой. Видите? К каучсерферу. И помыться и лечь спать. Но нет. Вот. Так не получится. Однозначно. По-любому Придется и видео делать. Штуки 2-3. И загрузить их, пока есть возможность. Пообщаться, опять же, с Яном. Будет некрасиво просто прийти и лечь спать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!